ну что же всем привет всем огромный привет и вы снова на канале все обо всем о блогах и блогерах и снова сегодня у нас обзоры на блок семи колесниковых и специально для чудо комментаторов и и за с ними говорю что видео не несет оскорбительный характер и не нарушает авторских прав если кто не в курсе это нужно указывать в каждом видео когда вы говорите о ком-либо о блогере о какой-то личности если конечно вы о себе говорите там это не нужно указывать а если о других людях то обязательно нужно указывать так как это будет нарушение прав ютуба ну и так начинаем сериал у нас продолжается ну во первых мы все узнали кто же такой дядя этот саша уважаемый человек из-за которого тут столько было разговоров как мы помним у которого лёха играл бильярд который потом присутствовал в гостях у лёхи чинил калитку оказывается этот человек тоже начинающий блогер и лёха так сказать презентовал его небольшой канал хотя ссылку не указал так что по-видимому ремонт калитки это оплата за презентацию так называемую и еще мы узнали новые рецепты от кулинара всея руси свет и новый рецепт по изготовлению рубленых котлет ну вкратце нам мешали все подряд и пусть настаивается внимание несколько дней а потом готовить ну как я уже говорила в своих предыдущих видео лучшие рестораны мира отдыхают по сравнению со света и ее рецептами да и вообще думаю что свете уже настала пора открывать свои бьюти каналы так как света еще у нас не только спец кулинарии но и спец косметических и профилактических средствах особенно после того как света рассказала как мазала каким-то там кремом ноги от грибка и как они у нее воняют но очень интересная информация для зрителей очень прям такая информация ну внимание а потом этим же кремом мазала лицо просто фантастическая женщина света да и вообще и вообще эта неделя выдалась у колесниковых продуктивной и насыщенной всякими невероятными историями как всегда интригующими и порой шокирующими названиями своих влогов ну это такая замануха всегда у колесниковых крючочек для зрителей видимо лёха колесников решил серьезно взяться за развитие канала всех обзорщиков чем чуть не придумают название тем больше активность на обзорных каналах ай да лёха ай да молодец ну что у нас там происходит то три влога подряд всем хором чистили картошку потом ее жарили очень долго потом два влога ели ее последний влог был вообще с картошкой картошку ели вместе с макаронами вообще это новое что-то в кулинарии сверх я такое слышала только у этих блогеров у других никогда ну может это и вкусно конечно но пробовать не будем так как это опасно для жизни ну вернее для желудка ой ну то влог со зловещим названием нам угрожают требуют это ну типа закрыть канал ну думаю нужно срочно смотреть чё там такое ну может и правда людям угрожают чё случилось вообще да естественно конечно круче канала в тайне это не найти чем у лёхи ну прикол такой рассказывает лёха что прислали ему голосовые и требуют при этом закрыть канал да еще и обещали заплатить за это 30 тысяч 30 тысяч это все за столом происходит лёха сидит там не знаю это завтрак или обед но у лёха света за кадром как всегда дети кушают маленькие дарина виталина ну включил лёха телефоны голосовые там женский голос вернее не женский а голос каких-то девушек подростков но на украинском языке на таком как говорится как говорится на книжном типа начал угрожать на что лёха стал хохотать и как по волшебной палочке захохотала света и виталина и даже дарина вроде бы дети там поняли вообще о чем речь но сценарий сценарий в общем было видно что это постановочный спектакль не исключено что это вообще и знакомые там лица были не впечатлило совсем тем более зрители писали где-то там что это видимо подружки Олега Правдина Лёхиного друга и возможно кто-то из этих девушек с Украины ну мы-то помним этих девах которых притащил Правдин на Анжелкин день рождения и весь вечер щупал и трогал их там за все места за столом сидя классное было день рождения детское вообще не правда ли ну потом Лёха был в трауре умерла тётя ну конечно жаль когда любой человек умирает это вообще неприятно так скажем но с тётей Лёха не общался вообще никогда много лет представьте картину 12 ночи человек типа в трауре рассказывает о трагедии в семье при этом хлебает чай рядом стоит банка в арене и в руках кусок хлеба с наложенным до ней вареньем что рука как она не оторвалась я удивляюсь тросил этот хлеб с вареньем Лёха прихлёбывает чаем и рассуждала вечно но сюжет но сюжет ребята достоин комиксов комиксов и всё конечно женщину очень жаль и бабушка уже очень старенькая была там 80 с лишним лет но сам факт как человек это рассказывал вызывал дикий хохот извините но видео это называлось варим борщ и плохая новость я вообще грешным делом подумала что снова поломался унитаз а он ой как понадобится после светкиного борща но пронесло слава богу унитаз целый и не будем мы смотреть ещё 3-4 влога как Лёха его ремонтирует как мы его видели уже влогов 10 это бесконечно там ломается ещё один влог назывался всё пораскидывали короче Даринка вытащила альбом с фотографиями и раскидала Света заставила убрать и сказала что она любит аккуратность и при этом стоя возле комода с ящика которого выглядывал носок ну потом застали видимо для контента заправлять постель Виталинку Виталинку что вызвало опять огромный вопрос заправляла постель Виталинка огромным покрывалом в два раза больше чем сама кровать естественно 7-летний ребёнок не мог справиться с этим заданием естественно мама состоялась немало делала замечания какие-то там не пойми какие как всегда ни о чём ну вот пожалуйста зрители скажите скажите почему только Виталинку заставляют что-то делать вообще а почему другие никто в доме не заправляет постели никогда а Виталина должна да ещё и показала Светка постели детей у меня шоу ребята видимо они меняли полгода это нечто всё серое но видно что грязное нафига ты показываешь такое показывай в хороших местах зачем показывать всё подряд зачем потом Света с Виталийной и Дариной плавно переместились в кухню на кухню Света припёрла ведро квашеной капусты откуда-то и все втроём начали просто руками есть с ведра ну Лёха по-видимому снимал потому что кушали втроём причём руки хоть у детей хоть у Светы были мягко говоря не очень чистые ну как обычно как обычно это не удивительно ещё один влог назывался у Лёхи подписчица обманщица без стыда и совести думаю вот зашибись нужно глянуть что там такое что случилось кто обманул таких кристально чистых людей заинтриговал но как всегда Ларчик открывался просто Ларчик открывался просто и многие наверное помнят да и я рассказывала как делят сладости из посылок и как взрослые делят и на себя и тут же едят Света ест на камеру хватает короче им прислала женщина из Германии посылку со вкусностями некая Ирина и ей ох как не понравилось что любимая доля попала Свете и Лёше о чём она и написала Колесниковым за это они её благонули оказывается ну да после этого она ещё оказывается посмела сделать второй аккаунт ну это по словам Лёхи и снова написать и снова написать и люди скопировали там это ну было приблизительно написано так что я отправляла сладости детям не для вас а детям и мне неприятно чтобы их жрали Лёша и Света на камеру ну вот будет теперь урок кому посылать а кому нет такие посылки тем более эти люди эта семья не бестуют они с канала нормально получают и могут себе конфетку пить в любом случае тем более уже известен случай что один мужчина периодически отправлял деньги этой семье и однажды пожалел Лёхину собаку Бимку отправил Биму на будку а когда через время спросил где будка Бима на которую он отправлял деньги Колесниковы его тоже заблокировали правильно а что он спрашивает ну в конце вишенка на торте Дарина притащила байдадыр и попросила прочитать Никиту хотя конечно ребенок 4 года она не знает ни одного стишка не рассказала на камеру ну и старшие не знают это такое когда он читал как из маминой из спальни кривоногий и хромой и тут света в своем засаленном халате ну это ребята занавес ну вот на этом и все вроде рассмотрели все события фантастические не очень на канале Колесниковых будем следить что там у них будет происходить ставьте лайки делитесь комментариями подписывайтесь кто забыл на канал всем пока всем пока